Добрый вечер, дорогие мои! У нас прекрасная рождественская погода. Мы вышли погулять на улице 12 градусов. И просто замечательно! Пахнет Рождеством! Пахнет Рождеством! И поэтому я продолжаю немножечко некоторые рождественские темы. И сегодня меня тронула одна история, где скидывают фотографию Среднеуральского монастыря, в которой три человека, и это видно, что два мусульманина разных, видимо, мусульманских общин и иудей, пришли поздравлять митрополита с Рождеством. И вот такая подпись. Забавные волхвы у нас сегодня. И все, в общем, там смеются. И действительно, очень радостно к этим волхвам отнеслись. И мне стало немножечко за тех самых волхвах, о которых идет речь в празднике Рождества, обидно. Потому что на самом деле сюжет о волхвах очень важный в Евангелии. И мы, к сожалению, на мой взгляд, его практически полностью утеряли. То есть это для нас некие такие персонажи, которые пришли поздравить Христа с Рождеством. А на самом деле, если мы внимательно слушаемся и прочитаем, и разберемся с этим сюжетом, он практически кардинально меняет понятие Евангелия из того, которое мы сейчас вот с вами осознаем. Давайте я вам сначала маленечко расскажу, кто такие волхвы. Волхвы, ну, исторически мы так называем волхвы-волхвы, но они в переводе на греческий, ну, они, в общем, это маги. Маги. Маги, волшебники, те, кто управлял силами природы. Потом в христианстве их начали осуждать и считать, что они управляли силами природы с помощью бесов. И это действительно так. Но до Христа эти волхвы, эти маги были царями или королями. Королями. В то время было принято, что правитель одновременно является и духовным лидером страны. И поэтому перед тем, как стать таким правителем, они ездили, обучались. Обучались. Ну, вот, например, я вам вчера рассказывал на примере Киприяна, который, священно-мученика Киприяна, который в четырёх местах, в Вавилоне, в Ассирии, в Египте, обучался этой магии. И был очень такой сильный маг, который мог солнце остановить, мог дождь на землю спустить. Так он не был ещё царём или королём. Королём. Тогда правители эти были короли. Так вот, смотрите, что происходит. Даже мы по библейскому летоисчислению с вами видим такие цифры. Я буду общие, поскольку есть несколько видов библейского летоисчисления, где разница аж в несколько, в две, в полторы тысячи лет. Ну, так по общепринятому библейскому сюжету мы видим, что до того, как родился Христос на земле от её существования и от рождения Адама было пять с лишним тысяч лет. Пять с лишним тысяч лет. Было много лет от потопа и было примерно полторы тысячи лет до нашей эры, то есть вот до Рождества Христова, с того момента, как произошёл исход из Египта. И Моисей и Авраам привели этот народ на землю обетованную. Уже почти тысячу лет стоял храм Соломона, который в Евангелии, помните, фигурирует, что могу за три дня разрушить, а потом воссоздать его. Но дело не в этом. Мы говорим о том, а кто правил? Какие были силы и люди до христианства? Мы-то с вами рассуждаем о том, что пришёл Господь, Господь Бог Слова, воплотившись через Иисуса Христа, он берёт управление в свои руки и все, кто ему служат, все христиане, помогают ему в этом управлении и в организации нового рая. То есть задача создать новый рай и вернуть туда Адама. Христос приходит и действительно берёт в свои руки это управление. Но до него правят всеми странами волхвы, маги, короли. Причём мы видим с вами, что они вполне имеют некие отношения с Богом, поскольку Он же даёт им знания, когда и где Он придёт. Он их путеводной звездой приводит к этому месту, что говорит о том, что Бог с ними общался, Бог давал им возможность своего познания. Больше того, мы слышим, что теперь их считают пророками, они пророчествовали приход Христа. И больше того, мы трёх волхвов, которых мы с вами почитаем, Каспара, Вальтасара и Мельхиора, считаем святыми. Есть и храм, и в Кёльнском соборе лежат их мощи. Вот этот Кёльнский огромный собор специально построен под их мощи и служение им. День есть у нас, День Царей. Так вот, эти три волхва на самом деле образовались у нас через 700 лет после Рождества Христова, как некий образ этих волхвов. Раньше их считалось 12. Иоанн Златоустый, Антоний Великий, да, они описывают 12 волхвов. Причём описывают их, что они пришли из всех стран. И если мы осознаём, откуда они пришли, то это вот вся Евразия. То есть там и волхвы из Индии, и волхвы с севера и волхвы получается из Европы, как сейчас. Ну, Америки только нет в охвате этими 12 волхвами, 12 королями. Эти, которых мы знаем троих, они тоже короли были. Они причисляются к королям и правили своими странами, но в какой-то момент вот пришли и предстали привет Господом. В описании, когда 12 волхвов там вообще описывалось, что это была большущая делегация. Они вот приехали и спрашивают, а где же родиться? 7 километров от Иерусалима находится Ефлеем, и поэтому в общем-то не так-то это всё было и далеко. Но в чём особенность, когда мы понимаем, что не 3, а 12 волхвов было. Кстати, имена им дал тоже в 703, 5, ну вот где-то там. Беда, доступ, почтимый. Бенедиктинский монах, но по-гречески у них имена другие в греческой церкви, в иудейском трактовании уже третьи имена, поэтому в общем-то можно так сказать у этих трёх волхвов такие условные имена. но мы описываем, осознаём и даже этих трёх осознаём как правителей достаточно большого пространства. Но когда 12 правителей пришло вот у Яна Златоустова, то можно сказать, это были правители вот всей Вселенной. в то время Америку не знали, поэтому Вселенной, да ещё земля-то была плоская, Вселенная была в руках у этих волхвов, которые были настолько признаны и по-видимому настолько могучи, что правитель Иудеи не рискнул с ними тут спорить и сказал, что идите найдёте, а потом мне сообщите, где этот младенец родился, я тоже имя поклонюсь. Так вот смотрите, что на самом деле произошло. Узнав от Бога Господа, от Бога, от Бога Слова, где родится Он в образе младенца, они пришли туда сдать свою власть. Они ему дарят подарки, ну вот из них три подарка, которые мы знаем. Это Ладан как Богу, то есть Богу курица, значит Ладан, мы с вами тоже в церкви Ладан, Смирну, а золоту как царю, Смирну как человеку, Смирной погребали человека, то есть такой намек на некое то, что он будет погребен. Но сдав свою власть, они ведь сдают ее во всех своих отношениях, то есть как в церковном, духовном смысле силы свои, как говорится, отдают, так и власть государственная. И вот здесь начинаются самые интересные чудеса, которые мы сейчас в преображении понимания этих волхвов знаем. И они заключаются в том, что их стало три, а должно быть двенадцать. И если бы волхвов было двенадцать, то мы бы понимали, почему двенадцать апостолов готовит Христос. И это он готовит замену вот этим правителям, как духовную, так и царскую замену. Ну, прежде всего духовную. И мы действительно видим, что апостолы после идут по всей вселенной и везде проповедуют христианство. Мы с вами видим странную надпись «Царь Иудейский». Христос царь Иудейский. Все некоторые говорят «это вот он так вот». Ну, чуть ли не случайно. Или выводят из того жития Иосифа, мужа Марии, который ее принял, что он в какой-то степени царского рода или сама Мария. Поэтому он царь иудейский. Нет, ничего подобного. Среди волхвов были халдеи. Халдеи. А халдеи это тот семитский народ, из которого пошел еврейский народ. И Авраам был халдеец, то есть отец еврейского народа, который родил сначала двух сыновей, они родили все колено Израилева, был халдей. И халдеи тоже принесли Богу свою власть, силу, поклонились ему и отдали эту власть. Поэтому он и царь иудейский, он и царь индийский, он и царь персидский, но персии тогда не было, он царь вавилонский, вавилон был месопотамский, ассирийский, египетский, волхвы всех этих стран, короли всех этих стран, пришли и отдали ему это царство. Поэтому он, как властелин мира, как духовного, так и действительно королевского, подготовил тех, кто пойдет и заменит ту духовность, ту магическую силу и колдовство, которое было у этого до рождения Христова у волхвов. Меняется эта сила. И это-то нам как раз говорит о том, что когда мы в Евангелии читаем, что всем народу будет проповедано и все народы в конечном итоге поклонятся Христу, именно через понимание того, что вот эти силы до этого магические они уже не действуют. На христиан они уже не действуют. Здесь уже другие отношения. Опять вспомню Киприяна, который всего лишь попросили его девушку приворожить юноше. Деньги дали, он мог останавливать солнце, мог дожди, а девушку ничего не мог сделать. Почему? А сила не действует магическое волхование на христиан и поэтому ничего не смог. И это-то нам говорит о том, что когда мы с вами слышим о всяких каких-то магических возможностях, о силе каких-то других религий, где эти магические возможности выказываются или применяются, о силе учения, которые Авраам и все остальные после него принесли некоторому народу, то для христиан это ничто. Она это, можно так сказать, старая сила, где предки тех, кто сейчас пытается говорить, что они имеют силу, что они могут волховать. А волхование, кстати, очень долго на Руси до 18 века все еще кого-то обвиняли в волховании, больше того. Вот слово волх происходит слово врач. Врач. Обвиняли окружающие врача Иоанна Грозного, иностранца, а у нас не было врачей, у нас были знахари до иностранных врачей. Первыми иностранными врачами стали зарубежные. И их считали как маги, как волхвы, как некая такая вот сила. Так вот, обвиняли врача Иоанна Грозного, что он заколдовал его и отвратил от русских, поэтому он начал русских обижать и любить немцев. Он стал немцев привечать. Вот такая значит была это. Так я к чему в конечном итоге веду, что если мы с вами применяем все-таки понятие волхвов, то есть видим этих волхвов и вспоминаем их роль в Евангелии и вообще понимаем что же это был за приход Господа и почему они ему отдают свою силу, то мы сейчас должны сказать всем, кто пытается сказать, что он занимается какой-то ворожбой, он занимается каким-то гаданием, он занимается какой-то магией, мы ему можем прямо сказать, ничего этого давно не существует, все это твои балости и все, что у тебя получается из этого, это закабаление тебя бесами, которые потом и играются с твоей судьбой, судьбой с тех, с кем ты пытаешься в эту магию играть и так далее и тому подобное, поэтому когда в следующий раз увидите образ волхвов, то вспомните, волхвы символизируют собой старый мир, который имел силы, от Бога имел силы управлять природными стихиями, но с приходом Христа вся эта власть у Христа и у христиан, и у христиан, но христиане не должны никогда думать, что они сами что-то делают, это очень опасное тоже явление, когда иногда видишь, как клириси предлагают заплатить деньги, и они помолятся, и что-то должно произойти, это волхование, это типичная магия, типичная там, где вот такие попытки управлять какими-то силами самостоятельно, а то еще и навязывать мнение, что кто-то какими-то силами такими обладает, какие-то старцы, какие-то еще кто-то, это все волхование, это все правоцы, волхвы пришли и Господу нашему Иисусу Христу, Богу Слово сдали, сдали, вот такие они интересные волхвы, поэтому еще раз говорю, что если вы еще увидите их, то вспомните, с ними старый мир передал полномочия новому миру, новому завету, поэтому все старые обещания Бога живы, там и ветхие заветы живы, и всякие Махабхараты живы, еще какие-то учения, которые до Христа были, но они не действованы на христиан, у христиан теперь прямой путь достичь Царства Небесное, верить Господу Иисусу Христу, Богу Слово, и действовать по Его научению, по Новому Завету, в любви, в радости, ну и в взаимопонимании, все, здоровья вам всем, радости, Аминь. Аминь.